Представьте такую ситуацию, что вы совсем один. Вы находитесь очень далеко от цивилизации, в горах. У вас нет ни еды, ни воды, а на улице безумно холодно. Единственное, что вам остаётся, так это просто ждать помощи, хотя её может и не быть. Что-то похожее случилось в сегодняшней нашей истории, поэтому давайте скорее начнём. Всё произошло в октябре 1972 года. Уругвайская молодёжная команда рэгбистов летела в Чили. На борту находилось 45 человек. Чтобы прилететь из Уругвая в Чили на маленьком самолёте, надо было сначала долго лететь на юг над Аргентиной, обогнуть южную часть Ант, а потом лететь на север. Когда пилот сообщил о прохождении Мкурика, авиадиспетчер разрешил снижение на Сантьяго. Это было фатальной ошибкой. Лайнер влетел в циклон и начал снижение. Видимость упала до нуля. Пилоты ориентировались только по времени. Когда циклон был пройден, прямо перед лайнером оказалась скала. Возможности уйти от столкновения не было. Самолёт зацепил хвостовой частью вершину пика. Вследствие ударов о скалы и землю, лайнер потерял хвостовую часть и оба крыла, а изуродованный фюзеляж скатился на огромной скорости вниз по склону, пока не врезался носом в глыбы снега. Во время крушения погибло 12 человек. Ещё пятером пропали без вести. После катастрофы в живых остались 28 человек. Но после схода снежной лавины и долгих изнурительных недель голодания, их осталось только 16. В течение первых дней сохранялась надежда на помощь. Собрав вместе все ценные вещи, пассажиры обнаружили губную помаду и бумагу, с помощью которых изготовили самодельные плакаты и прикрепили их к корпусу самолёта, надеясь привлечь внимание спасателей. Однако тщетно, с большой высоты на фоне снега, белый остов самолёта не бросался в глаза. Хуже того, из-за ошибки помощника-командира потерпевших искали в другом районе. Всякие попытки выбраться были провалены, и каждый, кто предпринимал их, просто проваливался в глубокий снег. Тогда выжившие избрали выжидательную тактику. Они укрылись в обломках самолёта, соорудили стену из чемоданов и надеялись на профессионализм спасателей. К тому же новости обнадёживали. Найденный в обломках радиоприёмник транслировал сводки о поиске пропавшего самолёта. В операции участвовали представители трёх стран – Уругувая, Аргентины и Чили. Уверенность пассажиров быстро разбилась вдребезги, ведь они надеялись на помощь спасателей, которые найдут их буквально за несколько часов. Однако этого не случилось. Вся боль заключалась в том, что абсолютно никто не знал точного местоположения самолёта, и даже при снижении самолёта сам пилот выдал неверную информацию о расположении лайнера. Увидеть же упавший самолёт с воздуха была практически невыполнимая задача, ведь самолёт белого цвета сливался с ледником. В первый день тот, кто уцелел, но был ранен, нуждался в медицинской помощи. К сожалению, врач регбийной команды погиб во время крушения, поэтому его обязанности легли на других ребят. Двух других регбистов, которые им учились на первом курсе медицинского колледжа. Они организовали импровизирующий травмпункт и им накладывали товарищам самодельные фиксаторы и шины, сделанные из обломков самолёта. Пить хотелось всем, но этот вопрос был решаем. Вокруг было достаточно снега, который ребята топили, разложив его на металлических листах. Палящее солнце создавало и снего воду. Главная проблема была еда. Её было слишком мало, и даже при сильной экономии её бы хватило на пару дней. Энергия была крайне необходима в этих ужасных холодных условиях для того, чтобы выжить. 29 октября, пока выжившие спали, с гор на долину, где расположился фюзеляж, сошла лавина. Из-за этого природного бедствия погибли ещё 8 человек. Трое суток выжившие вместе с трупами были им зажаты снегом в тесном пространстве останков самолёта. Затем один из парней, Нанда Парада, выпил маленькое окошко в кабине пилотов ногами, чем спас людей от удушья. Лавина утеплила фюзеляж и защитила их временное жилище от холодных ветров. Уцелевшие стали готовить новую экспедицию. Благодаря первой неудачной вылазке они знали, что им не обойтись без спальных мешков. Их удалось сшить из останков одежды. Лидером коллектива выживших стал игрок в регби Нанда Парада, убедивший остальных в необходимости большого разведывательного рейда. Вариантов просто не оставалось. Они провели в горах очень много времени, и если оставить попытки двигаться вперёд, смерть точно придёт. Нанда Парада, Роберто Канесса, Нума Таркати и Антонио Виссинсин решили двинуться на запад, чтобы достичь зелёных долин Чили. По словам пилотов, эти долины должны были находиться в нескольких милях к западу от места падения самолёта. 18-летний Канесса долго не решался идти в поход, предлагая дождаться окончания зимы. Однако остальные решили идти, несмотря ни на что. Начало похода было удачным. Члены экспедиции случайно наткнулись на оторвавшийся при падении хвост самолёта вместе с багажом. В чемоданах они нашли шоколад, сигареты, чистую воду. Кроме того, там оказались заряженные аккумуляторные батареи. На вторую ночь погода резко ухудшилась, и путешественники чуть не погибли от холода. Стало ясно, что так просто через горы не пройти. Пришлось возвращаться назад к фюзеляжу. Батареям не пригодились. Их хотели использовать для передачи сигнала бедствия, но ничего не получилось. Батареи выдавали постоянный ток, а нужен был переменный. Ребята снова двинулись на поиски спасательных долин. Однако на третий день они поняли, что идти придётся долго. Парада и Канесса отправили Весенсина обратно в лагерь, а сами, забрав у него запасы человеческого мяса, пошли дальше. Да-да, вы не ослышались, человеческое мясо. На девятый день после катастрофы собрал всех возле останков самолёта. Он заявил, что у ребят есть два выхода. Первый – это лечь в фюзеляже, экономить энергию и ждать, пока их спасут. Второй – начать есть замороженные тела погибших. Тогда у оставшихся появятся силы, чтобы попытаться выбраться из ловушки самим. Ребятам пришлось употреблять в пищу человеческое мясо своих друзей, и если бы они этого не сделали, тело перестало бы функционировать, а смерть пришла бы довольно быстро. Первый, кто пошёл в пищу рэгбистом, был пилот, ведь он был чуть ли не единственным человеком, который не являлся их другом. И решение о том, чтобы есть человеческое мясо, было самым крайним в компании ребят, ведь они осознавали, что если ещё немного подождать, то наступят необратимые последствия для организма, и еда не сможет усваиваться, а чтобы выжить, нужен белок. Шло время, запасы мяса начали тухнуть и портиться. Роберто заболел дизентерией, и Нанда практически тащил его на себя. На девятый день похода Роберто увидел на берегу реки чилийского пастуха Серхио Каталана. Горная речка создавала ужасный шум, и ребята не могли услышать пастуха, а он их. Но пастух оказался очень находчивым. Он достал лист бумаги, уголёк, и перебросил их на другой берег. Нанда нацарапал на листке их историю и просьбу о помощи. Прочитав написанное, пастух ускакал, но перед этим перебросил Нанда и Роберто часть своих припасов. Это был хлеб и сыр. Шёл 71-й день с момента аварии. На следующий день пастух вернулся с помощью. Роберто отправили в больницу, а Нанда сопроводил спасателей на вертолётах к товарищам по несчастью. Из-за плохой погоды в тот день 22 декабря удалось забрать только половину пассажиров, остальным оставили продукты и воду. Их всех забрали на следующий день. Спасённых пришлось долго выхаживать, их лечили от высотной болезни и обезвоживания, цинги и недоедания. Уже 28 декабря едва живые счастливчики дали большую пресс-конференцию, посвящённую своему чудесному спасению. С тех пор история получила соответствующее название Чудо в Андах. Позже спасатели вернулись на место катастрофы и похоронили тела погибших под камнями и обломками фюзеляжа. Сверху был установлен железный крест. Нанда Парада в сотрудничестве с писателем Пирсом Полом Ридом издал книгу реконструкцию своих воспоминаний о злополучном рейсе 571, которая стала бестселлером. Ну а в 1993 на экраны вышел фильм под названием «Живые», рассказывающий о чуде в Андах. Вот такая вот история. Ну что, ребят, ролик подошел к концу, этот ролик был, получается, последний в этом году. Вот, я позвал Некита, вы его все помните с выпуска в музей, когда мы снимали. Мы бы хотели вас сейчас поздравить с Новым годом, вот, поэтому давай поздравлять, что ты хочешь сказать зрителю. Ребят, в первую очередь спасибо большое вам, что вы были с нами этот год. Вас уже накопилось не так, конечно, много, как хотелось бы, но 500 подписчиков мы пробили это количество. В новом сезоне, в новом году ждет очень много крутых работ. В 23-м году. Просто безумное количество, мы запланировали такое. В январе вас уже ждет следующий выпуск с расследованиями, куда мы поедем расследовать новое место, пока еще не будем говорить, но скажу одно, то, что оно будет намного, как сказать, масштабнее, круче выглядеть, чем первое место, и там совсем другая легенда. В общем, ждите, это будет безумно круто. И получается, ну, можно еще так сказать, что... И совсем будет другая подготовка, то есть мы все ошибки учли, и больше их будем стараться не допускать. От всей команды Two Souls мы хотим поздравить вас с наступающим праздником. Будьте хорошими, будьте классными, любите своих родителей, зарабатывайте много денег, ставьте цели, их достигайте, мечтайте, и все у вас получится, и будет классно. С Новым Годом, и увидимся в 2023-м. А, подожди, стой, а как я говорю в конце каждого выпуска, и не забывайте, что что? Не забывайте, что любая тайна рано или поздно становится явной. Вот так вот, все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова